Лекция по Шримадбхагаватам, песня 3, глава 25, текст 36, прочитанная его божественной милостью Ачеба Ктивиданты Свами Прабхупадой, 5 декабря 1974 года в Бомбее. Созерцая пленительный облик Господа, Его прекрасное улыбающееся лицо и слушая Его сладкозвучные речи, чистый преданный забывает об окружающем. Его чувства, поглощенные преданным служением, перестают заниматься чем бы то ни было еще. Так, сам того не желая, Он без особых усилий обретает освобождение. Итак, Шри Виграха Даршанам. Этот храм открыт для того, чтобы предоставить людям возможность, как описывается здесь. Мы должны смотреть на божество, начиная с лотосных стоп. Не бросаться сразу к улыбающемуся лицу. Именно так нужно делать. Прежде всего, постарайтесь увидеть. Если вы практикуетесь, постарайтесь увидеть лотосные стопы Кришны. Когда вы развили эту привычку, после посещения храма, вы, возвращаясь домой, видите лотосные стопы Кришны, если вы практикуетесь в этом. Это медитация. Итак, Даршания Аваевай. Разные члены тела. Прежде всего, это стопы, затем бедра, затем пояс, затем грудь, затем вы достигаете улыбающегося лица. Если вы медитируете на образ, на форму Кришны, это Кришна. Итак, мы общаемся с Кришной. Его улыбающееся лицо, его флейта, его рука, его одежда, его спутница Шримати Радхарани, или какие-либо другие гопи, окружающие его. Таким образом, практикуйтесь в этой привычке созерцать Верховного Господа. Поэтому Он явился в форме Арча Виграхи, чтобы мы могли видеть Его. Если Кришна придет сейчас к нам, у нас нет глаз, чтобы увидеть Его. Поэтому для Каништадьякари есть три категории преданных. Каништадьякари, Мадья Мадхикари и Уттамадхикари. Уттамадхикари — это преданный высочайшего уровня. Мадья Мадхикари — это преданный серединного уровня. Он и не очень продвинутый, но также и не начинающий. А, конечно, Адхикари — это новичок. Для новичков рекомендуется смотреть на Божество каждый день или всегда, начиная с лотосных стоп. И приучив себя к этому, вы поднимаетесь к улыбающемуся лицу. И также слушать Шимадбхагаватам. Если вы просто попытаетесь увидеть, но не слушаете, у вас это не задержится надолго. Поэтому мы на практике видим во многих храмах, из-за того, что там не говорят о Кришне, там стоит просто Божество. Люди ходят туда на какое-то время, но постепенно, особенно образованные люди, так сказать, образованные, они не чувствуют большого интереса. Именно так и происходит. Во многих храмах даже преданные туда не ходят, поскольку должно быть также слушание о Господе. И то, и другое одновременно. Нужно поклоняться Божеству, это называется панчаратрики видхи, и слушать о Всевышнем с Бхагавадгитой, Шимадбхагаватам, ведических текстов. Это называется бхагавата видхи. Итак, панчаратрики видхи и бхагавата видхи. должны идти параллельно. И тогда, хотя человек является новичком, постепенно он приходит на промежуточный уровень между ступенью неофита и продвинутым уровнем. Конечно, очень трудно найти того, кто находится на очень продвинутом уровне, но такие есть. Есть такие люди на очень высокой ступени. По крайней мере, духовный учитель должен быть на очень продвинутом уровне, но ради проповеди он спускается на средний уровень, ради цели проповеди. поскольку он на высочайшем уровне, преданный уже не разделяет. Вот это преданный, это не преданный, поскольку продвинутый преданный видит, что все преданные, кроме него самого. Продвинутый преданный, он понимает, что он не преданный, а все остальные преданные. Вот это продвижение. Но конистра дикари на уровне неофита лишь сосредотачивается на божестве. Вначале это необходимо. Согласно предписанным обязанностям, как сказано в Писаниях, необходимо позаботиться о божестве. Но пока человек не продвинулся немного дальше, он не понимает, кто преданный и как он взаимодействует с другими. На уровне Мадхи Мадхи Кари, если человек дальше продвигается, он видит четыре категории. Мадхи Мадхи Кари заинтересован не только в поклонении божеству, он знает также, кто такой преданный, он различает преданных, невинных, он понимает, кто такой бхагаван, ишваритат адхинешу, балишешу. Балиша значит невинный. Есть много невинных людей. Они не знают, что нужно делать, и кто такой Господь. Они невинные. Они не оскорбители. Но есть иные, которые оскорбляют. Двишат. Двишат значит завистливые. Как только они слышат о преданном Бога, они точно начинают завидовать. Их называют завистливыми. Двишат. Итак, Мадхи Мадхи Кари знает Бога, Кришну. Он хочет развивать свою любовь к Кришне. Мадхи Мадхи Кари хочет видеть, что ни мгновение не потрачено без сознания Кришны. Аббьярдха Калатвам, он всегда осторожен. Не трачу ли я на понапрасну ценное время своей жизни? Это первая квалификация Мадхи Мадхи Кари. Аббьярдха Калатвам. Поскольку у нас очень недолгий срок жизни, мы не знаем, когда мы умрем. Нет гарантии. Глупые люди могут думать, что я буду жить вечно. Но это глупость. Жизнь очень скоропечна. В любое мгновение мы можем умереть. Поэтому преданные, продвинутые, хотят видеть, что моя жизнь коротка, у меня немного времени в моем распоряжении. Поэтому он стремится использовать каждое мгновение для продвижения в сознании Кришны. Это Мадхи Амадхи Кари, Абьярдха Калатвам и Нама Ганы Садаручи. У него есть особый вкус к повторению мантры Харе Кришны. И он очень стремится жить в таких местах, как Вриндаван, Дварака, Мадхура, где жил Кришна. Тадвасати Стале. Васати значит место пребывания. Когда Кришна приходит на эту планету, Он живет в Мадхуре, во Вриндауне, в Двараке. И преданный, продвинутый преданный, Он тоже хочет жить в местах пребывания Кришны. Кришна, Бог, пребывает повсюду. Это факт. Он живет даже в Атаме. Тем не менее, у него есть особые резиденции, такие как Вриндавана, Дварака, Мадхура. И преданный очень хочет жить в этих местах. Их задача — взрастить свою любовь к Богу, усилить любовь к Богу. Для этого также есть определенный метод, как это сделать. Этот метод описывает Рупага с вами. Это постепенное развитие. Шрадха — значит вера. Вера — это начало. Без веры не может быть и речи о сознании Кришны. Вера означает, что она... Вера созидается благодаря чтению Бхагавадгиты. Если вы читаете Бхагавадгиту внимательно, и если вы действительно понимаете Бхагавадгиту, как она есть, тогда будет рождаться вера. Без чтения Бхагавадгиты не может быть и речи о вере в Кришну. И в чем эта вера? Кришна говорит, «Сарвадхарман паритя-джа». Оставьте все остальные занятия, просто предайтесь мне, и я защищу вас. Если у вас есть вера, если вы верите в слова Кришны, это называется верой. Если мы не верим в слова Кришны, если мы изучаем эти слова, считая их неким литературным сочинением, то... И затем мы выбрасываем их. Это не вера. Определение веры дает Кришна Даса Кавираджа Госвами. Он говорит, «Саддха-сабде-биша-судиран-исча». Вера — тот, у кого твердая вера в слова Кришны. Это называется верой. Я читаю Бхагавадгиту, но я не принимаю Кришну верховной личностью Бога. Или не считаю, что Он личность, как Он говорит в Бхагавадгите. А Он говорит, «Матта, Он личность». Кришна говорит, что нет никого, ничего выше Меня. «Ман-манам-хабу-мад-хакта-мад-джа-жи-магна-мушке». Он говорит, «Меня». «Меня». «Ахам» — «Мне». «Ахам» — «Мне». «Я». Он говорит это повсюду. Поэтому Кришна — личность. Кришна — не нечто безличное. Говорится, тот, кто является имперсоналистом, ему требуется гораздо больше усилий, чтобы прийти ко Мне. Он придет позднее, но это потребует времени. Имперсональный аспект понимания высшей абсолютной истины — это лишь частичное понимание. Как, например, мы несколько раз объясняли, мы знаем, что такое солнечный свет, потому что солнечный свет легко достижим. но это понимание солнечного сияния не является полноценным пониманием самого Солнца, то есть планеты Солнца или Бога Солнца. Это несовершенное понимание. Это лишь частичное понимание. Вы понимаете, что солнце исполнено жара и света. Но сколько жара, какая температура, сколько там света, и где источник этого света и жара? Это невозможно понять, и все признают это. Если мы просто смотрим только потому, что свет Солнца проникает в вашу комнату и через окно, это не означает, что вы знаете все о Солнце. Точно так же безличное понимание абсолютной истины подобно этому. Например, солнечный свет безличен, но Бог Солнца — Личность. Если Бог Солнца — не Личность, как Кришна может говорить «Имам Вивасвати Йогам»? Он говорит Арджуне, что эту Бхагавадгиту, науку Бхагавадгиты или систему йоги, систему Бхакти-йоги я рассказал Богу Солнца. Именно в точности такой же я передаю ее тебе, Арджуна — Личность и Кришна — Личность. Поэтому на Солнце господствующим божеством является Личность, не нечто безличное. Но вы не можете постичь эту Личность просто созерцая в солнечный свет. Нужны иные качества, чтобы попасть на планету Солнца и увидеть это господствующее божество этого небесного тела. Имперсоналисты, они приходят к выводу, как и глупые люди приходят к выводу, что Солнце — это просто некая огненная субстанция, и там ничего нет. Нет, если бы там ничего не было, если бы не было Бога Солнца, не было бы управляющего божества или президента Солнца, то как Кришна мог разговаривать с ним? В Бхагавадгите говорится «Ахам вивасхате йогам проктован». Например, мы говорим, мы говорим с вами, мы не говорим с небом, с чем-то пустым, мы говорим с личностями. Для этого требуется разум. Можно себе представить, как Бог Солнца может быть личностью? Это огромный огонь. Как там можно жить? Но это тоже глупый вывод. «Поскольку я не могу жить в огне, никто не может жить там». Это моя глупость. Мое тело не сделано для этого. Например, вы не можете жить в воде, это не означает, что в воде нет живых существ. Для этого нужно просто разумом обладать. Точно так же, если вы не можете жить в огне, это не означает, что никто там не живет. Там живут живые существа, чьи тела соответствуют этой среде. Например, рыбы живут в воде. Их тело так устроено. Разумный человек может это понять. В противном случае, если вы просто сравниваете все со своим положением, со своими обстоятельствами и считаете, что все остальные такие же, как вы, это слепота. Это слепота. Точно так же, безличное понимание Бога это несовершенное понимание. В точности, как понимание солнечного света, это еще не понимание самого Солнца и Бога Солнца. И каждый это может понять, это не трудно. Если вы считаете, что поскольку я видел солнечный свет, я видел все, я все знаю о Солнце. Нет, вы даже не знаете, насколько большое Солнце. Когда вы читаете книги, научные книги, вы можете понять, что оно в 1400 раз больше этой планеты. Итак, в конечном итоге, Бог — Личность. Он не безличен. Имперсональное понимание, несовершенное, это частичное понимание. Бог Кришна — Сачидананда-Виграха. Сачидананда-Виграха. Бог Кришна — Сачидананда-Виграха. И имперсональное понимание Кришны — это понимание лишь Его аспекта Сад. Два остальных аспекта, Чид и Ананды, вы не знаете. Итак, если вы понимаете Кришну, то вы постигаете и безличный Браман, и локализованную Параматму. Об этом сказано в Ведах. Если вы поймете Кришну, то вы понимаете и остальные два аспекта, потому что Кришна — Ананда. Такова особенность Кришны. Он не напрягает свой мозг. Как это сделать? Как кто сделать? Нет, он Ананда-Майя. Он играет на флейте. И с ним Радхарани. Он пребывает в экстатической Ананде, Хладине Шакти. Это взаимообмен блаженством, трансцендентным блаженством. Хладине Шакти. У Кришны много энергий. Из них одна энергия — это Хладине Шакти, дарующее наслаждение. Он — Атмарама. Он преисполнен в себе. Когда он желает наслаждаться, он распространяет себя, свою энергию наслаждением. Радхарани — его энергия наслаждения. И вот и являются экспансией Радхарани. Все эти формы — это Кришна, но Ананда-Чин Майя-Раса, чтобы наслаждаться вкусом трансцендентного блаженства. Это стих из Брама Самхиты. Итак, мы видим форму Кришны. И это высшее понимание абсолютной истины. Итак, Сад-Чит-Ананда — сознание Брамана. Это осознание Сад. Осознание Параматмы — это осознание спектра Чит. Осознание Бхагавана — это осознание Ананды. В Беданта-Сутре сказано, что абсолютная истина — Ананда-Майя-Бьясат. Он всегда Ананда-Майя. Почитайте Лилу Кришны. Он всегда пребывает в трансцендентном блаженстве, особенно во Вриндаване. Вриндаван является его изначальным местом пребывания. Там только Ананда. Кришна играет со своими пастушками, мальчиками, друзьями. Кришна танцует с гопией. Кришна крадет масло мамы Яшоды. Там все Ананда. Это концендентное блаженство. И так здесь сказано, если вы начнете свое предное служение, как предписано здесь, просто созерцаете Божество, то постепенно вы осознаете, как Кришна улыбается, как Он играет на своей флейте, как наслаждается обществом Шимати Радхарани. Мы лишь должны увидеть это. Если вы слушаете о Кришне, как сейчас вы слушаете, вот эти два метода усилят ваши чувства. И однажды вы естественным образом станете великим преданным. Просто если вы приходите в этот храм, или в любой храм, где очень хорошо поклоняются Божеству. Это все научно. Это не нечто придуманное. Например, люди думают, что они поклонятся идолу и воображают что-то. Нет, об этом сказано в Шастре. Это предписанный метод для развития вашего сознания Бога, сознания Кришны. Это наука. Когда Кришна посоветовал Браме после творения, он сказал Чатушлоки Бхагавата. Это называется Чатушлоки Бхагавата. Четыре шлоки являются общим принципом Шримад Бхагаватом. Знание о Кришне очень сокровенно, гухям. В Бхагаватгите сказано «Мой дорогой Арджуна, я поведал тебе столько всего, но сейчас, поскольку ты мой дорогой друг и преданный, поэтому я открываю тебе самое сокровенное знание». Что это за знание? Просто предайся мне, вот и все. Это сокровенное знание. Не пытайтесь понять много всего. Я скажу вам, это самое сокровенное знание. До этого стиха говорится «Гухят, гухятамам». Гухят значит очень сокровенное. Итак, это гухя, осознание Брамана тоже очень сокровенно, но осознание Параматмы гухятара еще более сокровенно. Понять Кришну это гухятама в высшей степени совершенно. Кришна объяснил разными путями. Если вы просто постигаете Кришну, вы достигаете освобождения. Поэтому таков метод понимания Кришны. Эти центры сознания Кришны открываются по всему миру лишь для того, чтобы дать людям возможность достичь освобождения, просто созерцая Божество и повторяя мантру Харе Кришна. Такова возможность. но люди, негодяи считают, что это нарушение общественного порядка. На самом деле это не так, это наука. Так, следуя этому методу, какого будет результат? Постепенно ваш ум полностью погрузится в сознание Кришны. ум и чувства Харитатмана и Харитатмана и Харитатпрана. Прана наша прана, жизнь, она в чувствах. Если ваш ум и чувства полностью поглощены сознанием Кришны, это называется Бхакти. Это называется Бхакти, это не сантименты. Если... Это практическая наука, когда ваш ум и чувства полностью поглощены Кришной. Чувства заняты служением Кришне. Ум все время думает о Кришне. Например, Махараджа Мбариши, великий преданный, хотя он был царем, очень ответственным царем правил всем миром, но он всегда был поглощен Кришной. Это возможно. Это возможно. Приводится такой пример. Женщина всегда занята делами по дому, но она также заботится о своей прическе, о том, чтобы она была в порядке. Она не забывает, причесывается, несмотря на то, что у нее очень много дел по хозяйству, она не забывает позаботиться о своих волосах. Точно так же, тот, кто действительно преданный, он может заниматься разными делами, но он не забывает Кришну. Таков пример. Очень хороший пример. Хитатмана хитапрарангсу бхакти Таково совершенство. Грубое тело и тонкое тело перевариваются. Они перестают существовать. Грубое тело значит чувственное наслаждение, а тонкое тело значит рассуждение разного рода. Бог такого, Бог такой. Фантазии. умозрительное рассуждение. Это тонкое тело. Грубое тело это чувство. Когда чувство и ум все это занято сознанием, и Кришна это означает, что вы уже освобождены. Уже освобождены. Поэтому говорится освобождены. Это значит, что у вас уже нет деятельности на уровне грубого и тонкого тела. Вы совершаете деятельность души. Вот что мы хотим. Бхакти это деятельность души, не тело и не ума. Осознание Брамана означает прекращение деятельности тела. но деятельность но деятельность ума продолжается или они не знают. Это не совершенное знание. Поэтому я несколько раз говорил, что осознание Брамана, те, кто осознали Браман, они не пребывают в совершенном знании. АВИШУДГА БУДДАЯ АВИШУДГА БУДДАЯ АВИШУДГА БУДДАЯ ВИШУДГА БУДДАЯ ВИШУДГА значит чистый. АВИШУДГА значит не чистый. Их разум еще не полностью очищен. Они думают, что сейчас мы достигли освобождения. нет, это не освобождение. Вот освобождение. Что именно? Когда ум и чувства полностью поглощены Кришной, это состояние Бхакти. Люди думают, что Бхакти это что-то сентиментальное. Нет, оно выше освобождения. Выше освобождения. Пока человек не достиг освобождения, он не может находиться на уровне Бхакти, таково Бхакти. Это называется Пара-Бхакти. АПара-Бхакти и Пара-Бхакти. Так любой преданный, который серьезен в отношении поклонения Божеству, слушания о Кришне, повторения мантры Хари Кришна, следования ведическим принципам или отвержения греховной деятельности жизни, так мы можем подняться на уровень духовной жизни. Если мы действуем соответственно, это называется Бхакти-йога или состоянием освобождения. Спасибо вам большое. Бхакти-йога Бхакти-йога